Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Ага, точнее, я постараюсь сейчас ответить на ваши вопросы, которые вы задаете, а потом дам несколько комментариев. Вы пишите, я не понимаю, что я должна чувствовать и насколько я имею моральное право не общаться с ней. Вот, значит, я думаю, что вы что-то чувствуете уже. Я думаю, что что-то вы уже чувствуете, вам нужно это просто принять. Вы говорите о том, что вы чувствуете легкость и после стыд. Так вот, стыд за легкость связан с тем, что вы просто не привыкли в данном случае как-то, ну, облегчать себе жизнь. Избавляться от людей, которые делают вашу жизнь тяжелее, сложнее и так далее. Просто не привыкли к этому. Вот. Стыд в том числе связан со злостью на маму за то, что вот вам могло быть как бы легче, лучше, гораздо раньше, гораздо раньше, чем вот, если бы вы раньше отвернулись, да? Вот. И я думаю, что у вас, в принципе, есть такой вот, знаете, момент отсутствия опыта, позволять себе делать что-то ради облегчения. Вот. То есть это подавленная злость определенная на маму в том числе. Вот. Которая у вас здесь обращается в виде стыда на саму себя. Вот. Что касается морального права, то здесь лично я думаю, что, как бы, ну, понимаете, общение между людьми, да? Общение, взаимодействие между людьми, вот, никак не привязано к родству. Вот. То есть, то есть факт, факт, факт родства, вот, факт, факт родства, никак не, ну, никак, на мой взгляд, да, она не может определять то, вот, ну, как нам общаться с людьми. То есть, тут не особо важно, да, ну, мама это ваша или это, ну, или это папа ваш или кто-то еще, да? Ну, не особо это важно. Важно другое, важно то, какие у вас отношения с этими людьми. И если отношения плохие, да, ну, если отношения не складываются, не складываются отношения, да, например, вот, или что-то вроде этого, вот, то я думаю, что абсолютно не важно, кто это, да, абсолютно не важно, кто это, ваша мама или, или там, папа или кто-то еще. Абсолютно это не важно. Вот, поэтому, ага, вы здесь как-то делаете привязку к тому, что вот, если родитель, да, то надо общаться. Ну, это вот, на мой взгляд, такая история, которая связана с тем, что вы пытаетесь себя, ну, защитить, вы как будто бы опасаетесь, да, того, что, ну, не справитесь сами, вот, что вам нужна поддержка, вот, и так далее. При том, что вы уже, в принципе, давно взрослый человек, вы уже давно самостоятельный человек, вы уже давным-давно, ну, более чем, на мой взгляд, способны самостоятельно справляться с теми вызовами, которые бросают вам жизнь, и, на мой взгляд, вы успешно с этим справляетесь, вот. Вот, поэтому я думаю, что вам здесь психолог может помочь просто прочувствовать, вот, какую-то свою силу, да, прочувствовать какую-то вот свою опору на себя, вот, прочувствовать какую-то возможность самостоятельно справляться с тем, теми проблемами, которые у вас есть, вот. И первый шаг к этому, конечно, это признание вот того, что, ну, что вы можете злиться, да, то есть признание своей злости, ну, позволение, разрешение себе злиться, в смысле, вот, здоровая такая агрессия, да, она нужна, нужна. Второй момент, это немножечко, так, отход от восприятия роли родителей, как определяющих в общении, потому что все-таки мы больше обращаем внимание на личность человека, да, вот, а не на его, ну, родство, скажем так, с вами, вот. И вам нужно больше центрироваться именно на личности, как своей, как своей, так и вашей мамы, вот. И я думаю, что очень много, очень многие моменты в таком случае, в таком аспекте и в таком ключе станут для вас, ну, как-то, знаете, проще, понятнее и так далее. Вот. Будет иметь ли это негативное влияние на вашу жизнь? Нет, нет, не будет, ам, не будет, потому что вы здесь, ам, отстраняетесь от человека, вот, и, собственно, то, что не будет иметь негативное влияние на вашу жизнь, ам, подтверждая тот факт, что вы бы чувствовали легкость. С другой стороны, очень важно увидеть, а, как вы вообще приходите к мысли о том, что, ам, ну, что вам, что будет иметь какое-то негативное последствие, никакие-то негативное последствия, то есть, почему вы так думаете, да, вот. А, почему вы так думаете, и, вот, собственно, как вы, вот, какой-то такой, значит, мысли приходится. Вот. Мне кажется, это элемент аутоагрессии, в данном случае, то есть, агрессии направлены на себя. Вот. А, не очень, не очень понятно, что вы имеете в виду под связью с матерью, потому что ваша мама не ведет себя, как мама, как мама, и, как бы, вот. Дальше. У меня, на самом деле, как будто причина недостойная, все эти квартирные вопросы всегда касались мне не стоящим человеческих отношений, но почему-то именно после продажи квартиры я поняла, что она действительно любит себя и готова предавать меня из раза в раз. А, я думаю, что делать не в квартире, а в отношении, вы увидели отношения вашей мамы, квартира, это лишь предлог. Да, вот. А, ну, что касается того, что она любит себя, вряд ли, потому что она не ведет себя, как человек, который себя любит, и, соответственно, не может кого-либо любить тоже. Вот. Значит, я думаю, что вы здесь сталкиваетесь с потальным обесцениванием, вообще, вот, своих реакций. То есть, ваша правда о том, что я не знаю, что мне чувствовать, да, что я должна чувствовать, тут говорят о том, что вы от своих чувств бежите. Вот. Бежите, потому что, если вы не будете от них бежать, то вы прекрасно понимаете, что, в общем-то, вот, все эти связи, да, о которых вы говорите, вот, все это станет неважным. То есть, вот, ваша идея про связь с матерью, да, про не стоящие вопросы и так далее, это, вот, как раз, такой момент момент избегания бегства от своих собственных чувств. Вот. Соответственно, если вы научитесь себя услышать, вот, то, как бы, надобность в этих установках просто отбадет. Что касается предательства, о котором вы говорите, то, что мама будет продавать вас из раз в раз, то, я думаю, что здесь история про ваши ожидания, и как-то, вот, про ваши собственные, ну, скажем так, потребности, да. Вот. Потому что, судя по, тому, что вы описываете, да, судя по тому, что вы описываете, ваша мама, она всегда была такой, она всегда вела себя вот так, вот, и, в общем-то, ваши ожидания по поводу того, что она, ну, не будет вас предавать и прочее, связана с такой, знаете, ну, вот, я бы сказал, я бы сказал, с потребностью, такой, потребностью, да, себя любить, вот, то есть, ну, проявлять к себе заботу, любовь, да, повнимательность, вот. Проблема заключается в том, что вы позволяете себе это делать только через кого-то, вот через маму в данном случае. Если вы будете делать это напрямую, то вы увидите, что, в принципе, мама и кто-либо ещё вам, ну, не всегда нужны. Вот. Значит, вот такой ответ я могу вам дать. Дальше. Вы пишите, значит, много бывает, да, по поводу того, что она продала вашу квартиру, то есть, ну, не ваша квартира, как бы, получается, распорядилась, распорядилась вашими деньгами, вот. Я думаю, что здесь, ну, есть нарушение ваших прав, вот, и я думаю, что при желании вы можете, вот, в принципе, подать, значит, на маму вашу суд, суд, вот, и отсидеть эти деньги, потому что я думаю, что закон будет на вашей стороне. Еще я хотел бы спросить, а вот эта идея, что связь с матрой важна, да, является ли внушенным вам, вам, вашей же мамой? Потому что вы ведь говорите, ну, знаете, такие похожие, в принципе, вещи, как и мама про предательство и так далее. Вот. То есть, вот, если и будет какое-то негативное влияние этой ситуации на вас, то только вот с элементом, фактом предательства. Вот. Потому что предательство – это ожидание, это влияние с человеком и нарушение по большому счету своих и другого личных границ. Вот. И, конечно, и, конечно, вот этот аспект, он очень, ну, он очень сильно, как бы, может догадать на вас влияние. Вот. Что еще, я думаю, то, что ваша семья, вот, как вы говорите, поставила вас перед фактом, да, там, либо они, либо мама. Вот. Не представляется мне чем-то хорошим. Я полагаю, что, несмотря на то, что с мамой вы отношения пока приостановили, хотя я думаю, что в будущем вы все равно будете общаться. Вот. По крайней мере, если вы не займетесь терапией, да, регулярно, регулярно, вот, то ваша семья, другая бабочка, они не поступают лучше, оставив вас перед выбором. Вот. Это, на самом деле, также, ну, не очень хорошая история, то, что они ставят вас перед выбором. Вот. И, соответственно, вот есть ощущение, да, что у вас есть трудности с личными границами, вот, есть ощущение, что вам сложно, значит, операться на себя, да, вот, сложно самостоятельно, самостоятельно. Как-то, как-то, решение принимать, вот, и вот, ну, тяготеете вы к людям, вот, старайтесь обратиться на них, вот. А люди этим, ну, естественно, могут пользоваться и выдвигать вам какие-то требования, вот, и, ну, ничего хорошего в этом, в принципе, нет, да, и быть не может, не может, вот, для вас, я имею ввиду. Поэтому, все-таки, нужно руководствоваться своими чувствами, да, нужно руководствоваться своими, ну, ценностями, вот, в вопросах, ну, принять решение каких-то, вот. Ну, ни в коем случае не, вот, другими людьми, да, они позволяют другим людям манипулировать, вот. Потому что, когда вы говорите, что, вот, другие тоже от меня отклонились, вот, ну, есть ощущение, да, что вы, что называется, вот, знаете, как, просто, ну, набираете, как бы, кворум, вот. Вот, ну, я не вижу в этом, для вас, да, ничего хорошего, вот, к сожалению, не вижу. Вижу только то, что вы, вот, ну, зависимы от людей. То есть, если раньше были зависимы от мамы, вот, теперь вы зависимы от бабы и бабушки. Вот. В целом, как будто бы, вот, такое превалирование родственных отношений, да, призвано заменить вам вашу неуверенность и сомнение в себе. Вот эти вопросы про моральное право и так далее, вот. Поэтому давайте все-таки смотреть правду в глаза, да, и я думаю, что вы, ну, достаточно умный человек, чтобы понимать, где истина, а где ложь. И я думаю, что вы сами понимаете, что тема про, вот, связь с кем-то это фикса, вот. Но вам нужно, ну, баба нам нужна сейчас, потому что у вас недостаточно контакта с собой, вот. Восстановим контакт и это отпадет само собой. Но это определенно работа. И это изменение представления о себе. Вам, ну, вам может не понравиться то, какая вы будете, когда станете свободными. Это очень важно. Вы будете пытаться себя подавить, вернуть в себя привычное русло и прочее, вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Очевидно, что у вас довольно много обиды на маму, вот, боли. Все это можно и нужно прожить. Вот. Ну, а понятие предательства, в принципе, что люди могут предавать, тоже следует отходить. Вот. Всего вам самого хорошего. Я буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго, обращайтесь. Поецать это. Приклее. Найте предательства, о sobie. Приклее. И вот. Удачи.